Держите. Самое главное – здоровья вам. Всем вам низкий мой поклон. Всем спасибо, что не забываете вы нас. Казалось бы, только недавно волонтеры начали оказывать помощь тем пенсионерам, что были вынуждены оставаться дома из-за карантина. Но прошел уже год, и краевой штаб акции «Мы вместе» отмечает свой первый день рождения. Я всегда хотела помогать людям, и здесь, когда узнала про волонтерство и про эту акцию, я сразу поняла, что это мое, и я должна помогать и здесь. Помощь здесь и сейчас, так остро необходимая при первой волне пандемии, не помешала учебе. Девушка развозила лекарства для пенсионеров, работала в больницах. Наши волонтеры оказывают помощь в медицинских организациях. Ну и также это доставка бесплатных лекарственных наборов больным коронавирусной инфекцией, которая тоже на сегодняшний день продолжается. То есть на сегодня только помощь в доставке продуктов и лекарственных средств ограничилась. А все остальное продолжается. Все остальное – это издача крови и участие в вакцинации от коронавируса и работа на горячей линии, и даже установка арт-объектов. За минувший год в работе штаба участия приняли более 6 тысяч человек. За помощью к волонтерам обратились более 40 тысяч жителей края. Среди них были не только пожилые люди, но и семьи врачей, работающих в красной зоне. После отмены дистанционного обучения к ним добавились еще и учителя. На этот раз с вопросами о страховании жизни и здоровья. Волонтеры уверены, что их деятельность будет развиваться даже после пандемии, ведь нуждающихся в помощи очень много и не только сейчас. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.